всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно обычно буди и enter да и сегодня мы вам вы вам посмотрите на обзор маркапа 181 мапа называется ран биксен мапа очень старенько прошлом зоре мы говорили что кажется 15 лет назад до 13 10 больше 10 тысяч 4 она по моему получается 13 лет проходил этот аркап 25 по посяк с 25 июня по 2 июля мы собственно давайте посмотрим дизайн ничего такой принципе элемент у нас плоские но мне нифига не плоским не отдаст то есть можно делать все равно большим возможного да нам рам все удачи у нас лицо женщин виксом кстати женщина эти что но я думаю что она и макер этого действия пустые кубы понятно что нам нам дают важно патроны тут нам дают два патрона бутаги и ps ps 20 секунд значит надо действовать мир разбирать все это является еще раз появляется точно после того как кончается так что его не набрать не на спамить себе цвет вообще здесь очень яркий все красное прям красное интер потом покажет нам фокусы со света как на спецэффект но обычный туннель как лабиринтик небольшой принципе вы учитесь встать кучу патронов везде валяется на кучу и выходного зеленую часть всяко глазам значит нас теперь есть а пока есть и рокет и принципе против не отбирается там мы дальше видим еще рокет патроны и мигу куда хоть здесь можно много раз пытаться пройти на здесь триггера нету и в этом кстати плюс мега дает нам сразу 200 хп а не сто в принципе тоже хороший ход потому что мы можем сюда ведь из и тюхо по да допустим долететь пока и рокер на много-много-много рокетов у нас так и какая-то дверь которая не работает лифт сломался под низом тут что-то есть есть телепорт у нас идут обратно ну в принципе путем нехитрых вычислений да правда типа того путем как забыл слова то нет у нас исключения в общем куда идти можно ну понятно что попадаем под форму где была дверь тут нам дают еще б.с. еще рокет б.с. дают много так что в принципе ну и рокет побьют много и также у нас не отобрали бы фигу как все ярко давай сразу поключу буквально чуть 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 позже потом почти все фокусы зеленый тоннельчик опять в принципе он достаточно плавный можно такой нормально про спамить если она у вас еще осталось вырви глаз на вообще все и и кром рокеты бафуга да и лесенки у нас ничего нет места даже не долетел это финиш такая вот тут туннельная карта даже больше один 3x боится и где-то все я ну давай теперь подробнее буду показывать давай сначала немножко покажу начало будут немножко двигаться и альтабутся периодически во первых что хотела бы сказать про старт то что во первых этот старт ну он приспавниться то есть каждый раз и как пересекаю старт триггер он заново начинается и это значит то что то что в онлайне например для некоторых людей возможно возможно дорожка когда можно набрать этой бы фиге всего остального прыгнуть назад сейчас у меня кстати хреново получилось кстати люди отобрались до отобрали потому что здесь триггер который все отбирает сейчас я летом насть и покажу его можно облететь да да так экран сейчас должно быть видны кран значит вот у нас старт вот коробочка старта и вот они желтенькие триггеры с с началом вот этот вот желтый триггер это старт триггер мультипл который стартует большой триггер который все отбирает то есть если мы попробуем вот с этого места с миги например двумя бафугами вот сюда запрыгнуть на старта у нас это получится вот в принципе на старте здесь больше нечего показывать буквально два триггера и вот этот триггер который который имеет надпись чекпоинт таргет чекпоинт вот если сделать такой тр это в принципе сэкономить секунды 5 мир да нет ну 4 да тут много тут не надо плазмить наверх не надо ничего делать просто как нибудь не знаю сбоку не сделал здесь две-три бафугинки и туда сразу центр меняешь вот так запись нормально показывает дальше ну здесь стандартная дорожка два прыжка подбираем плазму залезаем наверх где здесь можно как как можно быстрее нужно подобрать патроны и мигу и залезть здесь хочу сказать про вот эту страшную красную комнату есть в новом движке движки который сейчас за инфлямируется делают есть такая команда но и айдафи и которые сейчас использую есть команды как r map grayscale то есть она делает она делает все лампочки которые влесит например кучу красных лампочек она и делает просто белыми сейчас посмотрим как она ну то есть и я вот с этой команды играл чтобы глаза не резало то есть комната стала просто просто синий с белыми этими стеклышками и и и нормальным потолком которых можно играть и глаза не не болят от этого было сразу поприятнее все ну чтож дальше как проходить здесь у нас два стандартных варианта здесь нам дают бы фигу кучу кучу неюзвимости и нам нужно быстро быстро пробежать я делал одну бы фигу от стенки и начинала 10 стрейфом вилять скораясь ими все уголки вот эти которые здесь есть то есть сейчас назад вернусь был вариант здесь на у нас плазм когда поднимался и буст пытался делать в общем я пробовал здесь делать буст но к сожалению бы пока очень быстро подбиралась и я в общем просто брал бы фигу дел стрелы от стенки и начинал вот это все в стариком проходить были варианты когда короче от каждой стенки здесь делать можно бусты на этой стенке от этой стенки от этой стенки как-нибудь бустить в общем все это проходить но не вижу стену делу бусту да но к сожалению я дорожка не не очень не то что не понравилось во первых нужно прям четко как-то подбирать все эти патроны когда ты их не видишь это сложно а выбирать нужно кстати все патроны ну чем больше подберешь тем лучше потому что они в конце очень пригодятся ну то есть это в приоритете на дно бы у меня да в моей дорожке других не знаю может быть не так сильно они важны ну да ну в общем я здесь получалось то что каждым прыжком я скинул уголок то есть один прыжком здесь один прыжок здесь а если делать бусты 2 фиге то точно так же получалось буст здесь буст где-то здесь и принципе где я не так как по прыжкам из-за не очень не не стандартной форме все это не удобно было проходить в общем ладно последний буст я делал от этой стенки сейчас я наверно умру от густа я сейчас себя дайте себе так вот так вот я делал буш от этой стенки ну у меня пока не такая дорожка была и здесь имеется несколько вариантов прохождения в этой комнате то есть она в зеленый по должна быть вот у меня я что делал я делал с кеме вот этот уголок и бы фугой по стене проходил дальше видел как люди подбернул но в моей дорожке самым большая была проблема подобрать он ту мигу которая там висит потому что нужно либо вот эту мигу либо вот следующий обязательно брать чтобы дальше хватило хп подняться в телепорт и ну да здесь два варианта либо берем вот эту мигу как-нибудь бафугой отстреливаясь вот отсюда как-нибудь беря вот это все и дальше проходя либо как я просто скимил здесь этот уголок несколько бафогинок в стенку и зал на лету хватал этого мигу и дальше уже проходил в общем дальше но это самый техничный верный быстрый вытворя ну наверное здесь здесь два варианта прохождения 3 даже то есть первый как ты показывал если мы вон там вот подобрали рокет но я его не подбирал я так не знаю мне быстро дорожка получалось то что я вообще умеем пролетал если мы пролетаем здесь берем рокет то мы здесь можем вперед и словить и залететь телепорт вот сделаю я пролетал с бухгой где-то вот она можно было просто падать вниз как-нибудь с этой бухгой из трех бухгинками залетать телепорт ну и третий вариант это когда мы падаем сюда начинаем падать кто-то же к стенке трех вагинах причем очень точно тайме момент и залетаем вот в этот телепорт быстрее будет может быть быстрее но я вот это стенки я например сколько он не пытался у меня я попробовал так и так у меня получилось что по тайму одинаково но возможно у меня просто здесь было очень медленное прохождение ну и потом можно было например когда у меня в дорожке есть несколько не очень хороших ну пара мест где можно было например здесь падение стрельнуть вниз чтобы быстрее долететь и там еще где-нибудь заезжать бухгу вот ну этот телепорт куда он ведет как ты видишь эта дверь если мы пролетим сквозь дверь мы как раз здесь и окажемся офигеть вот то есть это ты читер конечно в общем типа дверь наверно предполагалось но потом решили вот такой трик сделать скорее всего ей помогали как ну и можете заметить то что вот это стало не таким выглазным зеленым а просто обычный стекло вот дальше я проходил сначала простой дорожкой то есть я сделал и сделал густы общих об стенку еще там три бога генки если очень хорошо получалось проходить я делал там густ потому здесь прыжок и сразу начинал с крышка вот вот здесь у меня после пуста сразу визита подпрыгивал и начинал сюда вот приглядеть до финиша но как показала практика поставки по тренинг несколько версию комнату до цель баг который здесь за ну здесь можно и за цел баг потому что мы набрали там предварительно кучу буфы генок и мы можем прилипать потолку то есть это кто не знает для того чтобы прилипнуть нужно просто зажать присед ты зажимаешь присед и но в момент касание потолка и продолжай стыдать и как бы пока на крем пролетаешь продолжительность цель бага будет зависеть угла наверно выстрелов с быфугой там вообще пофигу там куда стреляет собой тоже там по моему это не долго ты ладно пока стреляешь каждый выстрел тебя на какой-то потом все равно откидывает ну то есть я есть карты вот с этим это из-за угла из-за как сказать из-за того что из большой скорости ты стреляешь у тебя буфуга пролетает какое-то расстояние все больше и больше пока она коснется вот здесь я высчитывал количество буфы генок сколько нужно чтобы туда залететь то есть у меня приходит репорт около 11 штук получалось я делал где-то я их даже считал когда выстреливаю то есть 1 на 3 5 6 7 и сейчас неправильно сделать в момент седьмой буфы генки я старался убрать присед чтобы седьмой от просто отстрелиться от потолка тогда я приземлялся куда-то сюда после после этого и можно после прыжка как раз две три бафы генки хватало что улететь до финиша вот сейчас еще раз попробую сину в дырке у меня получилось что на 6 стрелец я не всегда правильный ну тут сложно но есть вариант прохождение когда ты прям все 11 бафыгинок тратишь то есть начинаешь вот так вот стрелять как-то и в общем не знают большой скоростью долетаешь но у меня как показала практика это сложно рандомно и в общем чтобы не запороть тайм я старался здесь приземлиться чтобы точно до финиша долететь вот ну и финиш финиш да где-то здесь финиш сейчас я альтабность покажу карту на так радианте вот здесь как раз мы находимся вот он телекор который чекпоинт стартовой комнате здесь у нас вот вот он лабиринт по которому мы бегаем подбираем все что можно на входе сюда здесь висит такой желтенький триггер который 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 что делает это у нас таргет чекпоинт который просто чекпоинт все он не убирает ничего вот они рокет с мигой вот они еще один рокет с мигой с телепортом вход в как раз вот он снизу который к сожалению никак не облететь пока вокруг то есть здесь этот телепорт вам только снизу находится то есть сверху здесь клип и вот здесь к бокам везде клипы никак его не зацепить не ничего с ними сделать только снизу залетать вот и привлете в него мы оказываемся вот в этой комнате есть тоже все красное из-за того что текстуры не так не быть невыбрана текстуры стекла вот по кругу мы так пролетаем и летим к финишу вот он финиш который находится на полу кстати тоже очень не очень хорошая вещь финиш на полу делать лучше бы сделали в стенке потому что иногда можно пролететь вот таким вот образом летишь летишь стукаешься в стенку и падаешь вот ну и в принципе вот практически вся карта единственное хотелось добавить так здесь старт то что и сумму когда в радианте тут видно всю карту я заметил такую коробочку в этой коробочке оказывается есть типа секрет вот на этой карте на этой карте есть секрет сейчас я покажу чтобы узнать как не попасть здесь вот они видны триггеры которые сюда ведут этот но телепорт который здесь появляешься когда что нужно сделать вот она полосочка которая сюда ведет и сюда попадаешь вот на лесенка и вот здесь вот под лесенкой есть или портик маленький то есть вот в этой комнате около финиша если залезть под лестницу сейчас это с личностью обратно на я же там провозил я ничего не нашел до себе только хп да 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 и провозил это не до конца вот такая черная комната в которой вот который надпись к виктори арена и если попасть или порта я оказываюсь на старте причем с оружием совсем то есть можно финишировать нужно набрать и можно минимально сроки пройти пройти просто всю карту целый багом на смотри здесь ну здесь старт триггер и триггер отбора это разный триггер это понимаешь то есть можно не знаю пройти всю карту финишировать набрать бы фиге всего что можно зайти в телепорт появится вот здесь вот быстро развернуться упасть сюда и у тебя будет в фига и неуязвимости все остальное здесь цепляешь старт триггер не цепляешь триггер отбора и быстренько под сейл багом короче вообще все с одной до фига пролетаешь ну да но это так вот причем у тебя у тебя в демке не будет написано то что ты ты взял потому что у тебя триггер финиша закончился нельзя так делать это же дел официально это просто сломал всю карту сейчас попробую быстренько пройти как я проходил то есть я 10 старался просто скимить все что можно здесь а не взял в общем здесь берется вот это не мига по крайней мере я и брал потом падал вниз здесь не получилось прилипнуть к потолку но и здесь не шелок а так вот как-то в общем по стенке меня к сожалению здесь ракетов нет а поэтому я 12 проходил так ну вот вот такая карта ну очень динамичная на самом деле интересная даже в каком-то смысле если найти вот этот телепорт ну чё давай смотри демки давай посмотрим что могут нам предложить товарищи демас сейчас это варкап 151 181 так начнем с вокруг 3 демок да у меня все нормально записывается начнем с демки вокруг 3 4 демки всего было прислано начнем с американца cx я посмотрим 43 7 play русский американец мог выставить быстрее было бы чего-то боишься тратить их а теперь уже нельзя стрелять потому что по не хватит ели хп хватило допрыгнул 26 ну ну у тебя не уязвимость почему-то стенки не вязаешь это сноровки может в общем такая демка за 43 и 7 на третьем месте парень мозгов без беларуси 43 4 быстрее на 0 3 хорошо посмотрим play ну наверно все таки где-то ударил стенку ну наверно сейчас посмотрим может он просто за хвилил где-то что-то ужасно да стрейфом надо чуть-чуть учиться советую посмотреть о вот здесь он видишь стрелял в стенки неплохо так такого не успел добраться и упал ну наверно не знал то что не буду осталось ну кстати можно они вот здесь он берет и финиш 34 поздравляем третье место почетный топ-3 на олдскульной карты топ 2 3 тридцать один и два от феоса все play нт я призывал как нт нижний тагил и вас напиши нам уже все челах всех стен фактически вязается в фага быстро еще приходится вот кстати выкупе да выкупе на другая дорожка получается за счет того что ты не могла через постреливаю может и долетел до до финиша мне надо было бы кудрию поиграть в кутри она не такая ужасно может быть может быть попробуй пробыща поздравляем филсу также на вас уже поздравили на первом месте гризли россия воронеж смотрим play 25 и 6 побыстрее на 6 секунд на 6 и предыдущий дымка была быстрая это прям еще быстрее на грязи умеет играть стрейпом начало на обычном проект проходил это все она в багом сразу долетел до финиша но это прям вообще офигенно где даже не знаю сказать финиш прям вообще офигене то есть долететь просто цикл багом на финише очень сложно нужно очень много скорости я к сожалению ну где 300 но кстати странно почему я не получилось но не знаю там надо правильно поворачивать что ли ну и плюс нужно потренить это надо много ладно ну давай смотреть остальные демки начнем с последнего места мед дуб парень прошел за 32 секунды посмотрим play там ни дам ни с ним не сажать нам и ну у тебя тоже есть это да какая страшная выключен совсем звуки ладно их совсем выключил временно ну и финиш прошел кстати неплохо так очень даже хорошо я бы сказал ошибок особо нет человек отсек просто гляну хоть что это за моделька а это чувак из как что-то там z dragon не забыл dragon ball z если тебе нравится брата мы не против cx я уже уже не последнее место больше наверно играл посмотрим play но это кстати похвально чувак просто взял в обе физики причем немногие так поступают почему-то у всех пишет миссинг локал потому что они онлайн онлайн миссик локал значит у тебя нет локального рекорда на этой карте подобрал мигу темпу бодрее чем ответа сидел это что в цепи не чувствую да есть такое 30 и 0 0 8 не получилось выйти из 30 но ничего как старается мягкий пузы из россии 28 5 быстрее на полторы секунды посмотрим ой проходил все эти очень сильно притормозил на полторы вылета ну так да неплохо в принципе пройдено моно можно быстрее на конечно ну да судя по попу вадим ну так далее рикоши австралия 27 и 3 быстрее еще на секунду с лишним смотрим play ну кстати неплохой кажется результат подстрелиться на этот раз да наверно кусок плазмы на лево кусок на право не использовал бусты но стрейк проходил все эти повороты вот тоже заскинул уголок взял нелезвимый взял негу 10 получил взлететь все же еще доплазнил себя чуть-чуть до конца получилось вот так ну чтож поздравляем его неплохо пройдено дальше это идет эфиоп россия екатеринбург и екатеринбург play интернациональная дымка у нас быстрее на 2 секунды после утра получилась у него можно было быстрее конечно и постарей часть проходить он раскинулся уголок а зацепился же он же там полсекунды точно снять если бы не зацепил да ну прям бодренько так очень даже неплохо шли шли еще нам можно было там второй комнате проходить или цел багом или бустов попробовать поделать или чтобы быстро пройти вот ладно дальше dream покажет до 324 2 быстрее еще на секунду посмотрим play dream тоже показывает достойный результат как-то странно на так скажем на братьев наших меньших влияет олдскульная кадра до этого китай ну средний а тут прямо хорошего вот я подбирал без миги здесь убрал мигу стал наверх тратил все все что можно бафуга и по стенкам вроде получилась у него на продан тоже да это с одной стороны лучше чем просто прыгать и по одной бафогинке стрелять в стенки но хуже чем у цел багом проходить но тоже неплохо быстро в принципе пройдя дальше дальше идет роде 22 и 304 смотрим play вот у нее в принципе стрейк нормально каждый прыжок скипает уголок по скорости он немножко здесь потерял полка вот так и как у меня почти получился ну прошел не пособенно вы вылет из телепорта вот он очень резко начал сразу прилипать в общем в основном в основном он до телепорта немножко потерял по времени дальше топ-3 хиппи россии двадцать один и девять вышел здесь и двух но все же посмотрим play да не всякий варкап можно увидеть в динку гипера окружая мой одноополченец жаль не попадет да у нас убирали каждый прыжок идет с ким уголка как я в принципе и делал продавный гуд стрелять а без цел бага поэтому да 21.9 то есть цел баг он здесь секунду или даже больше срезает у меня в онлайне медленный тайм 22.0 но в плане побыстрее был так дальше бригад 21.2 быстрее еще на 0 сколько там 7 что ли около того очень классное время посмотрим play конечно поздравляем бриганда стоп-2 да да он очень старался много проходил играл много задрачивал прям все видели быстрое начало по стрейпу в принципе тоже очень хорошо все пройдено здесь на параде прыжок медленнее очень офигенно получилось пролететь здесь финиш прям офигенно у меня получился прям вообще шикарно просто шикарный да может быть у него здесь у него сам самое крутое это то что он цел багом прямо до финиша долетел ну да да и поворот у него классный после вылета после этого зигзага он там уроки успел подобрать и мигу и как-то не это не приходилось ему 2 мигу подбирать ну и мою демку тоже посмотрим ну дам кубриганда конечно хорошая но у нас есть победитель а поди вандат enter который сделал демку на быстрее на целых шестьсот шестьсот да ноль четыре а нет да ноль четыре посмотрим плей посмотрим плей ну ка enter удиви да здесь в принципе ничего такого интересного нету начало стандартно с подбором съемка можно небольшой буст старик как обычно ским уголка подбор миги вот здесь можно было вверх стрельнуть ну и финиш даже две бафигинки осталось то есть в принципе если бы я стрелял ну во-первых после подбора миги я стрельнул вверх я мог сэкономить еще там чуть-чуть 200 как минимум чтобы среда повода лететь и если бы цел багом тоже до самого финиша стрелял мог быстрее сделать и еще вариант вот как как бриган делал то есть он падал на платформу из нее уже залетал телепортом я так пробовал передней стенки я уже говорил но у меня не получилось большого плюса сделать в принципе по времени у меня приблизительно также получалось то есть что там что здесь но снизу меня получалось стабильнее и по времени там примерно равноценно может быть сверху быстрее нужно как бы играть смотреть и хочет может меня перебить вот но в принципе все ну давай и потом еще дымку гризли тоже глянем play сейчас это моя дымка разберем в деталях так циркл на 586 не максимум да потому что я стенку опирался я же не специально чтобы старт триггер как можно позже зацепить а в целом кстати углы плазмы очень даже хорошенькие такие сладенькие ровные немножко тут конечно можно было но в целом вот это вот скин очень классно и бы фугу взял твои и пу здесь не дал себе вертикальной скорости вниз а здесь конечно сделать полностью целый багом да ну я думаю если бы полностью целый баг сделал как бриган то около 15 наверно было бы да скорее всего ну как бы 0203 на этом ну бриган говорил что там около 07 я потерял и в общем было бы быстрее если бы все я до финиша долетал и если бы я еще пару буфагинок там завязал где-нибудь вот да еще дымка гризли тоже глянем на тайминге play разберем каждую упсинку умельчайших подробностях гризли ай-яй-яй сейчас чикать будем по пути старт у нее какой-то странный дерганье мышкой кстати очень классный circle 540 для вк3 очень хороший серкал тоже ровная плазма хорошая бфл вк3 возможно это очень хорошая дорожка которая то есть сейвит чтобы на финише взвязать вот сейчас у него офигенно получилось с этой бфги прямо ставить хп и долететь до следующей миги хотя если бы он упал у него бы еще быстрее было бы ну вк3 с подбором сложнее мигу собрать да 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 она же низко она же низкой лежит это даже перепрыгнуть можно но да поэтому наверное очень круто пройдено я не знаю получалось либо у него в прохождении цеплять мигу и падать вниз но если так получалось то это было еще там на секунду где-то быстрее ну чтож вот вот они все дымки вот я переключаюсь обратно на браузер так где он здесь что могу сказать то что вот принципе закончился варкап проходил с 25 по 2 0 6 вот они все есть кто на каком месте скачать демки вот здесь вот можно комментарии есть прокомментируйте если что-то кому-то понравилось на данный момент стартанал новый компетишен которая находит на карте Runaway Test. Карта так называется. От автора NL Faza. От маппера. Это опять-таки old school, да, я так понимаю? Сейчас я кликну и посмотрим. Карта 2004 года. Это же древняя. На ней 45 секунд аж. Но это прям надо будет потом посмотреть, что за карта. Наверное, интересная. С Рокетом. Вот. А мне сказали, я уже поспрашивал. Сказали, что там Стрейф и Рокет там. Патроны типа собирать надо. Может быть. В общем, присылайте демки. Будем ждать. Присылайте демки. Заходите в онлайн сервера, которые находятся. Можно... Черт, ладно. Как там? На сайте. Заходите на сайт q3dr.org И можете здесь нажать кнопочку сервер лист. И вот они все сервера, на которых обычно люди тусуются. Даже прям сейчас вот на некоторых картах играют люди и пытаются пройти их или что-то новенькое записать. Да, он уже видно, что DSS, он же григант. Пытается посигнуть на мировой рекорд. Ну, в этот раз мне вряд ли что-то получится. Мне нужно по миру поиграть. Это хорошо. Ну, всего хорошего. Всем, наверное, удачи. Всем ждем демок. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok